Мам, ты меня испугала. Извини. Так, сейчас я дверь закрою. Да, иногда глотаем. Но не на видео. На видео вы это не увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вообще мечтаю давно побывать в Италии. Субтитры сделал DimaTorzok Розовое озеро Эльтон, что ли, которое у нас тут соленое. Как на природе. Все, сейчас начнется, живность полетит. Если бы, если бы, если бы, если бы, было бы о чем мечтать. Верю ли я о том, что... Подождите. 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 В смысле, верю я в то, что планета плоская. Вы сейчас шутите? Я не верю. Я не верю. Это научно доказано, что планета круглая. В это нельзя верить или не верить. Это есть. То же самое, как у человека есть мозг, которым он думает. Я не могу в это верить. Я не говорю, блин, я верю, что у человека есть мозги. Нет. У человека есть мозги. Это... Это научный факт. Так же, как и то, что Земля круглая. Все планеты круглые. Солнце круглое. Все, собака круглая у нас. В это нельзя не верить. Это факт. Это просто есть. Я не понимаю, когда вот этот вот бред. Это вот сивой кобылы начинается. Какие-то... Тупость просто. Вот. В том-то дело. Это теория о плоской земле. Теория. Теория это то, что научно не доказано. А вот то, что Земля круглая, это научно доказано. Блин, короче, я закрываю балкон. Тут просто жопа. Просто жесть какая-то. Они сейчас меня тут съедят, девочки. Ёб твою налево. О, один ломится. Два. Второй ломится. Жесть какая. Да это понятно. Да и не в том смысле есть мозги. Это же мы образно говорим в том смысле, что человек умеет нормально думать или нет. А в том, что они есть, то есть. У кого-то круглый, а у кого-то плоский. Вот это точно. Венеция. Да. У нас тут, да, стрижи летают. У меня любимое время года осень. В смысле не пускаешь в Влагоград? Я тебе сказала, а вы что? Мы в следующем году ждем. Мы еще тут нигде почти не были. В Италию в начале июня, да. Понимаете, меня когда спрашивали, где бы я хотела. И я говорю, я мечтаю побывать в Италии, то это мечта. Она в ближайшее время, ну, вообще никак не избыточная. Потому что у меня муж не может выезжать за границу. Поэтому, девочки, спасибо за совет. Я его где-нибудь запишу. Может быть там лет 50, когда все пройдет, я смогу поехать в Италию. Я не говорила, смотрите, вот глиномел лавли. Это не к вам относится, никакая агрессия не к вам. Я просто угораю над этой теорией. Вот. Стыбали. Это не это. На свой счет не принимайте то, что я там говорю. Говорила. Муж не может выехать за границу, потому что он работает на таком предприятии, где ему нельзя выезжать за границу. А на данный момент нам даже в Абхазию нельзя, даже в страны СНГ нельзя. Только территория РФ. Вот так вот. Потому что, девочки, выходите замуж по-нормальному. Тоже, как я. Выйти и все. И за границу нельзя. Боюсь сказать, что я ответила. Да. да нам только к не можно больше никуда я не веснушки скрываю фильтром я свою страшное ебало скрываю фильтром это разная вещь просто маски они все сглаживают поэтому веснушек не видно я своих веснушек абсолютно не стесняюсь а вот блин как стало жарко но я ничего с этим не могу поделать иначе не съедят комарницы какой-то сорт в пасте дверь закрывай дверь закрывай комары летят перегнула правильно чего стесняться и и Субтитры сделал DimaTorzok У нас три комнаты в квартире Понимание эмоционального интеллекта Честно, я первый раз слышу Эмоциональный интеллект Но я подозреваю, что это насколько человек Может испытывать эмоции То есть их как бы Диапазон или что Насколько правильно их понимать Управлять ими и так далее Марта Ризах Нет Марта Ризорт энд спа Блин, сейчас я в другую сторону пересяду Я вас замучила уже Извините Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok сваты да прикольный сериал менее распознать свои эмоции и правильно их переживать ну типа не понимаю этого понятия в принципе кто сказал как правильно кто это указывает кто диктует как правильно для кого это правильно а для кого это неправильно знаете тут как бы ну я этого понятия не понимаю тем более со стороны психологов как можно рассуждать о том что человек правильно переживать свои эмоции для кого правильно для данного психолога для мамы для моего мужа для меня для моего сына кто эти нормы диктует правила вот в чем вопрос у нас время еще дети по-моему нет для человека которых испытывает откуда человек знает как правильно кто ему сказал психолог мама папа муж так очень какой-то жирный таблина мел по ходу это козье молоко какая я буду свекровь хуевая никому не советую до эмоции они на то и таны чтобы их переживать а уже как вы их переживаете зависит от обстоятельств правильно распознать свои эмоции в данный момент типа злюсь я в данный момент или я влюблен вот это вот типа люблю я в данный момент или ненавижу злюсь я или это зависть там вот это что ли свекобра отлично название для меня надо запомнить я себе бейджик сделаю свекобра у меня сын придет с девушкой знакомить а я себе бейджик да ебал что мне ковру сразу бедная девочка привет эфир давно через сколько лет хочешь детей не могу ответить на этот вопрос может я завтра захожу детей пахнет бассейном очень жирно очень вкусно я не знаю похоже на кофе молоко я уже как другие милаяшки стала глаза заказывать прикольно я не знаю еще я не знаю Катю копирую точно, как тёщу называть. Тоша моя, злая с меня. Тоша моя. 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 Инженер механик писал производство. Свёкорну промах прям. Да нет, почему заказывают. Спасибо. Рубань даже невозможна. Спасибо. У меня тоже есть такая тетя, которая моя ровесница. Я пробовала в тунгуштарах, мне вообще не нравится. Ублилась. Глина аметист фиолетевая. По вкусу напомнила колопан на малине. Ублилась. 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 Да, у меня восьмой айфон, не плюс обычный. У меня вообще-то айфон сто пятьсот плюс макси про, как или как я там говорила. Айфон сто пятьсот плюс макси на счастье. Покосать, бискор, швы. Айфон сто пятьсот плюс макси У нас квартира. Телефон менять не собираюсь. Не поняла вопроса, глина жирная как мел. Вообще-то это глина жирная, а мел жирный это глиномел. Поэтому чистый мел, он не бывает жирным в принципе. Вкус, я сказала, как клоп на малине. Удаленка для меня и я с ней дружу. У меня просто такая профессия, что я люблю удаленку. Потому что у меня всегда разный объем работы. И когда у меня бывают времена, когда у меня ее нету практически. Поэтому ни хрена мне сидеть в офисе, клацать новости, когда я могу сидеть дома в это время. Бывают моменты, когда у меня зашпара жесткая. Сколько в день я работаю с 9 до 5 вечера? В социум нужен, я просто людей не люблю. У меня достаточно друзей, которые у меня есть. И мы и так каждые выходные не знаем, кому звонить, с кем идти, куда ехать. К родителям, к сестре на дачу, к друзьям, к другим друзьям, к третьим друзьям. У нас просто сейчас так получилось, что у нас все друзья с разных компаний абсолютно. И мы каждый раз выбираем, куда нам идти, в какую компанию, что нам куда, что делать. Или иногда, сами понимаете, хочется побыть вдвоем, втроем с ребенком дома и тупо никуда не ходить. Тем более в выходные хочется просто лежать, вывалить ноги и ничего не делать. Поэтому социум мне вот здесь. Тем более общественность. Тем более вот эти вот люди, которых я на улице, которые как Аня любит говорить хуй на блюде. На улице, которых я встречаю, мне вообще не нужны эти люди. На работе у нас так три коллеги в офисе. У меня начальника и на удаленке хватает. Так что, как бы у меня все норм социумом. Я не страдаю. Как у меня начинается рабочий день? Я сплю. Заня в будине 9 утра. Я открываю глаз. Беру телефон. Включаю Wi-Fi. Кладу телефон. И сплю дальше. До тех пор, пока мне начальник, кто-нибудь из сотрудников не напишет. Или заказчики не позвонят или на почту что-то не пришлют. Бывает. Я могу тогда 11 спать. Повторюсь, это когда нет работы. Вот. Собственно, так. Потом я встаю, убираюсь, кормлю ребенка. В это время я успеваю работать, кушаю сама. Уже как раз час времени обед. А там уже после обеда, сами знаете, что остается поработать. Мы еще работаем с такими государственными организациями. И до них после 4-х вообще не дозвониться. То есть до 4-х, они там уже в 4-е, уже в пол 4-го. Она уже на лыжах, это тетя Клава, бухгалтер стоит. Вот такие дела. Классная работа, да. А бывают дни, когда я вот такая, блин, мыли. Бегаю. Что мужа мне говорит, ты где? Я говорю, я на работе. Потом прихожу и плачу. Копик. И лису глинок. Копик. 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 Вот, поясница. Копик. 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 Мо số. У painters. Копик. Туркестан это суглинок. Орские глины это суглинки. Суглинок смесь глины с песком. Туркестан это суглинки. Туркестан это суглинки. Угу. Сохраню свою... Благодарствую. Нет, я не была в Москве. По экологии я сейчас этим занимаюсь. Ну, то есть... Разрабатываю проекты, где... Изучаются... Породы. Как я ненавижу комаров. Кто-то на прямом эфире спрашивал, какой звук вас больше всего раздражает. Вот, писк комаров меня больше всего раздражает. Привет, все хорошо. Ну, Туркестан белый, Туркестан коричневый, Туркестан кудряшка. Это суглинки, это не чистое. Туркестан классик, возможно, чистая глина. Все хорошо, спасибо. Туркестан. 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 Да я не загорела эта маска, но у нас зажарка.